Аферистка, которая притворилась наследницей нефтяного магната и выманивала деньги у банков в компании ничего не подозревающих друзей, приговорена к сроку заключения от 4 до 12 лет. Это значит, что наказание может быть изменено на условный срок не раньше, чем через 4 года. Историю мультимиллионерши Анны Делви, которая на деле оказалась мошенницей Анной Сорокиной, напомнит Андрей Румашков. Подход 28-летней аферистки к жизни можно описать выражением «fake it till you make it». Притворяйся до тех пор, пока это не станет правдой. Молодая россиянка переехала в Германию вместе с родителями в 16 лет. Там закончила школу, но не потянула колледж и в итоге оказалась в Нью-Йорке с голубой мечтой основать частный арт-клуб на парк-авеню. Для этого нужны деньги, которых у дочери-водителя грузовика Анны Сорокиной, естественно, не было. Зато они были у Анны Делви, наследницы 60-миллионного состояния немецкого нефтяного магната. Когда россиянка начала заниматься мелким, а позднее и крупным мошенничеством, неясно, но персона Делви, которая станет известна на весь мир, появилась, видимо, в феврале 2013 года, одновременно с одноименным инстаграмом. Приехав в Нью-Йорк, Делви быстро вошла в гламурную тусовку. Иногда достаточно один раз оставить 100 долларов на чай таксисту, чтобы тебя приняли за свою и начали регулярно угощать на тысячу. Вскоре этого стало недостаточно, и россиянка начала выдумывать все более изощренные аферы. Слетать в Теннессе на частном самолете? Достаточно убедить компанию Блэйд, что ты заплатишь потом. Отвезти друзей в Маракеш? Когда закончится карта, уговори подругу, журналистку Венити Фэр, заплатить за тебя 60 тысяч долларов. Ты же ей отдашь. Но мечта о собственном элитном клубе, которому она уже придумала название ADF, фонд Анны Делви, влекла ее вперед. Под делать документы о наличии на твоих счетах 60 миллионов долларов, чтобы получить кредит на 22 миллиона. Банк отказывает. Обратиться в инвесткомпанию. Там хотят аванс на 100 тысяч долларов на адвокатов и проверки. Попросить банк разрешить ей овердрафт на эту сумму. Наконец-то успех, но музыка играла недолго. Вскоре стало понятно, что у инвесткомпании не получается подтвердить кредитоспособность Делви. Та аннулировала заявку и забрала оставшиеся 45 тысяч, но не стала возвращать их банку. Просто слила на занятия с персональным тренером, покупки в дорогих магазинах и покрытие задолженности отелю. Похоже, это был переломный момент. Следующая афера получилась неопрятной, как будто Делви уже смирилась, что веревочка неизбежно совьется в петлю. Анна положила в банк чеки на 160 тысяч долларов и успела снять почти половину денег наличными, прежде чем обнаружилось, что чеки без покрытия. Вскоре она была арестована. Воля аферистки была подавлена, но не сломлена. На процесс Анна регулярно приходила в новых дизайнерских нарядах, которые подбирала известная стилистка. В инстаграме даже появился аккаунт «Судебные луки Анны Делви». Защита настаивала, что никакого мошенничества и крупного воровства не было, а дело должно быть переквалифицировано в административное. Когда ей предложили сделку, не до 15 лет, а от 3 до 9, она отказалась. Но жизнь Анны Делви только начинается. На докранизации уже работают и Netflix, и HBO. И тут стоит добавить последний и противоречивый штрих к этой и без того странной истории. Помните подружку Делви, которая оплатила их отдых на сумму, равную своей годовой зарплате? За права на экранизацию ей заплатят в 6 раз больше, и столько же за книгу. Получается, как в какой-то басне. Лиса всех обманывала и сядет, а Голубка выручила подругу в Марокко и получит почти полмиллиона долларов. Субтитры создавал DimaTorzok